Мы продолжаем готовность жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики. К зиме обсуждали сегодня на заседании правительства. Как отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, к 1 ноября все запланированные работы были выполнены. На случай аварийных ситуаций сформированы ремонтные бригады, резервы топлива. На прямую связь из дома правительства выходит наш корреспондент Мария Кудрявцева. Мария, здравствуйте. Говорили в том числе и о долгах предприятий ЖКХ перед поставщиками топлива. Какой размер этого долга? Добрый день. Долги предприятий ЖКХ выросли примерно на 7,4% до почти 200 миллиардов рублей. Об этом сегодня в начале заседания рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако он отметил, что в целом коммунальная инфраструктура в последние годы справляется неплохо со своими задачами. Так, число аварий в сфере горячего водоснабжения сократилось примерно на треть. Ну а в целом количество аварий уменьшилось на 11%. Также премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о финансовой поддержке регионам, где выросли цены на нефтепродукты и уголь. Давайте посмотрим фрагмент заседания. Мною принято решение об оказании дополнительной поддержки регионам, которые столкнулись с ростом цен на нефтепродукты и уголь. Я такое поручение дал. Нужно подготовить будет проект распоряжения правительства о выделении финансовых средств из резервов. Также Дмитрий Медведев отметил, что состояние ЖКХ это один из показателей, по которому судят об эффективности исполнительной власти в регионах. Уже подготовлено около 72 тысяч котельных, привели в порядок теплотрассы, водопроводы, а также были созданы необходимые запасы топлива. К примеру, на склады завезено более 5 миллионов тонн угля и примерно 2 миллиона тонн жидкого топлива. Но есть и задолженность предприятия ЖКХ перед поставщиками. Вот что об этом рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев. Готовность к зиме достаточно высокая, но есть проблемы, с которыми мы сталкиваемся из года в год. Это огромные долги организаций ЖКХ перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. На 1 ноября этого года общий объем задолженности увеличился на 7,4% и составил почти 200 миллиардов рублей. Конечно, нужно этим заниматься. Обращаю внимание глав регионов, внимательно изучить эту проблему, доложить о принятых мерах. Напомню, что состояние ЖКХ один из важнейших показателей, по которым вообще судим об эффективности исполнительной власти в регионах. Ну а министр энергетики Александр Новак отметил, что этой зимой ожидается рост потребления и производства электроэнергии по сравнению с предыдущим отопительным сезоном. Я предлагаю посмотреть еще один фрагмент заседания. В предстоящий отопительный сезон нами прогнозируется увеличение на 2,2% потребления и производства электроэнергии по сравнению с фактическими показателями прошлого года. В единой энергосистеме России обеспечен необходимый резерв мощности на максимум потребления более 15%, это 38 тысяч мегаватт. Сформировано более 19 тысяч бригад для случаев аварийно-восстановительных работ общей численностью более 120 тысяч человек. И еще один вопрос, который сегодня рассматривается на заседании, это прогноз социально-экономического развития до 2036 года. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо. На прямой связи с Дома правительства была моя коллега Мария Гудревцева. О развитии студенческого движения на Дальнем Востоке говорили сегодня на встрече представители...